МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 апреля терминалы самообслуживания, а пока мобильное приложение. Для новгородцев провели мастер-класс по покупке билетов на поезд «Ласточка». Важнейшая задача усилить контроль за исполнением государственных контрактов. В Старой Руси переселенцы из ветхого жилья жалуются на сырость. В новом доме в Шимске до сих пор не открыт детский сад, построенный еще в сентябре. Отыгрались на флажке. Футболисты Тосно в первой домашней игре года свели в ничью матч с Тюменью, забив два гола на исходе игры. Сегодня стартовала всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи», где торгуют смертью. Полицейские ждут информацию о фактах незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. Позвонив по телефону доверия 980-002, можно сообщить правоохранителям о любых фактах изготовления, употребления и избыта наркотиков. Также информацию можно оставить, связавшись с дежурной частью ближайшего районного отдела полиции. Звонки на телефон доверия принимаются круглосуточно, все сообщения конфиденциальны и тщательно проверяются. Решения по каждому принимаются в соответствии с действующим законодательством. Безусловно, правоохранительные органы работу свою делают, но, как говорится, информирован, значит вооружен. И мы всегда стоим на том, чтобы население нам помогало. И это, в принципе, не только помощь нам, но это и решение вопросов, которые мешают жить самому населению. Кроме того, по телефону доверия 980-002 любой желающий может обратиться за консультацией по вопросам избавления от наркотической зависимости. Дежурный поможет связаться со специальными организациями, с которыми взаимодействуют органы полиции. Это медицинские и социальные службы. В воскресенье на железнодорожном вокзале всех желающих обучали, как покупать билеты на «Ласточку» с помощью мобильного приложения «Пригород». Мастер-класс провели новгородские специалисты, а также представители северо-западной пассажирской компании. Чтобы воспользоваться приложением, необходимо в первую очередь установить его на свой телефон. Далее выбираем маршрут и подходящий рейс. Для покупки билета потребуется ввести адрес электронной почты, фамилию, имя, отчество пассажира, паспортные данные. Оплата производится банковской картой. Один пользователь может приобрести билеты сразу для нескольких человек. Данное приложение работает на платформах iOS и Android и позволяет в короткое время и с удобством для пассажира приобрести в удобном месте, в удобное время для себя билет на пригородный поезд. Распечатывать билет необходимости нет. Во время поездки обязательно нужно иметь при себе паспорт. Очень удобно для оформления. Я могу за 7 дней дома у себя оформить билет, что не занимает никакого труда. Я одновременно могу также заниматься своими семейными делами. Льготы на покупку билетов в мобильном приложении «Пригород» не распространяются. Напомним, что в кассах новгородского вокзала билеты можно приобрести только за 2 часа до отправления поезда. Планируется, что с 1 апреля заработают терминалы самообслуживания. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин проинспектировал социальные объекты в двух районах области. В Старой Руси обнаружены серьезные недоделки в недавно возведенном доме для переселенцев из ветхого жилья, а в Шимске до сих пор не могут открыть детский сад, построенный еще минувшей осенью. Глава региона подчеркнул, что проблема не только в работе подрядчиков, но и в контроле за исполнением государственных контрактов. 12-ти квартирный дом для переселенцев из ветхого фонда на улице Якутских стрелков Старой Руси был сдан в прошлом году. Однако вскоре жильцы один за другим стали жаловаться на проблемы. Горячая вода чуть теплая, мыться практически невозможно. В квартирах сырость, стены в комнатах покрываются плесенью. Вот у меня вот здесь, вот, это точка росы. Чем ниже температура на улице, чем больше мороз, влажнеет обои и течет здесь в минус 20 января. У меня здесь была вся стена мокрой, тек ручеек. То есть, не заполненным теплителем, это строительный брак. Проблема с вентиляцией в доме очевидна. Нынешний подрядчик объясняет ее недоделками прошлых строителей, с которыми контракт был расторгнут. Хотя и этим недочеты не ограничились. Некоторые видно невооруженным глазом. На входе в дом осыпается порог. Вы проверку проводили в качестве бетона. Что вы мне рассказываете, извините, на момент приемки комиссионного нужно... Вы посмотрели, брали анализы, брали керны. Это же все понять можно элементарно, как бы, да, как это сделано, как это построено. Вы глазами принимали, просто ходили, смотрели? Внятных ответов не удалось главе региона получить и в Шимске. Например, площадка между домом для переселенцев из ветхого жилья и новостройки для детей-сирот требует благоустройства. Пока здесь грязь и лужи. Андрей Никитин предложил местным властям посоветоваться с жителями и решить совместно, каким образом двор будут приводить в порядок. Требует внимания и новый шимский детский сад. Его официального открытия ждут больше сотни малышей, а также их мамы и папы. Здание было построено еще в сентябре. Тем не менее, просторное помещение до сих пор пустует. Садик может быть принят только по факту соответствия полностью санитарным требованиям противопожарным и экологическим. Поэтому пока не приведут в состояние сегодняшних требований снипов и нормативов, садик принять, к сожалению, мы не сможем. Необходимо подключить кухонное оборудование, поставить фильтры, докупить посуду, постельное белье и детские игрушки. Все это дополнительные расходы, на которые средства предусмотрены не были. Да и на территории обнаружился ряд недоделок. Штукатурка уже обсыпается, водосточная труба выходит прямо на дорожку, элементы детской площадки сделаны недобросовестно. На устранение недоделок в домах муниципальным властям дан срок до 30 апреля. Что касается Шимского детсада, правительство будет оказывать содействие в получении лицензии, чтобы он мог открыться уже летом. При этом, по мнению Андрея Никитина, вина лежит не только на строителях-подрядчиках, но и чиновников, которые не смогли проконтролировать исполнение госконтрактов. У нас есть только одно решение. Просто доделать эту всю работу, сделать благоустройство, привести все это в порядок, хотя бы в минимальный. Параллельно с этим мы должны системно разобраться с тем, почему такие вещи происходят. И впредь это все исключить. Тоже понятно, что происходят они, потому что мы никак не контролируем ни проекты, ни результаты. Это можно исправить, это в наших силах. Все строительные объекты сейчас находятся на контроле глав районов. А некоторые из них Андрей Никитин вернется с проверкой в апреле. Из Шимского и Старорусского районов. Кристина Абелян, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородское областное телевидение. Новгородское областное телевидение. Он оказался для футбольного клуба «Тосно» весьма непростым. Команда из Ленобласти чудом ушла от поражения в поединке с Тюменью. Еще за три минуты до конца игры уступает два мяча. Свой первый после зимнего перерыва домашний матч футболисты «Тосно» начали очень активно. Часто владели мячом и гостили у штрафной площади соперника. Вот только в последний момент действовали уж как-то суетливо. Да и в целом многовато ошибались. Гости оборонялись большими силами, ждали своего шанса и они появлялись. В одном из эпизодов «Тосно» спас отчаянный бросок Артура Нигматулина. Но уже через минуту он был бессилен. И Данил Кленкин открыл счет в матче. После перерыва характер игры не изменился. «Тосно» пытался отыграться, «Тюмень» опасно контратаковала. И на 61-й минуте увеличила преимущество в счете до двух мячей. С учетом того, что команда хозяев довольно большую группу игроков атакует, наша была задача сыграть в контратаке. Использовать свободное пространство, которое возникает. Я думаю, что это на протяжении почти всей игры удавалось. До окончания основного времени матча оставалось чуть больше трех минут, когда хозяева смогли размочить счет. Александр Макаров подкараулил отскок в штрафной площади Тюмени и неотразимо пробил в дальний угол. Воодушевленные болельщики погнали команду вперед. И на последней, третьей компенсированной минуте все тот же Александр Макаров с передачи Артема Мелевского сравнял счет в матче. Мы сами опять в непростую ситуацию залезли и ее исправили. Задача наша такая сейчас донести до ребят и вернуть, кроме настроя, еще то качество, которое у нас было. Благодаря этой ничей Тосна сохранила отрыв 8 очков от ближайшего преследователя Хабаровского СКА. Свой следующий матч команда проведет 26 марта против московского «Динамо». Лидерство первенства ФНЛ. Алексей Дмитриев, Евгений Васильев. Новости. Новгородское областное телевидение. В Великом Новгороде дан старт амбициозному проекту. Очень простой театр. Давняя мечта студентов и преподавателей областного колледжа искусств. Это учебная площадка, открытая и для широкого зрителя. Ураган театральных этюдов, музыки и танцев. Все это очень простой театр. Арт-проект, который придумали студенты театрального отделения колледжа искусств. В ходе обучения ребятам регулярно приходится выступать на сцене, но в стенах родного учебного заведения. Теперь они смогут показать свое мастерство широкому кругу зрителей на базе одного из новгородских клубов. Очень простой театр. Это театральное объединение творческое студентов колледжа, которые заявляют о себе, хотят экспериментировать, мечтают, стремятся. И ведут за собой своих друзей и зрителя. И тем самым они потенциально могут создать то социокультурное пространство для молодежи, для ребят, которые разделяют их интересы, которые так сейчас необходимы нашему городу. Сейчас в труппе очень простого театра 30 студентов, амбициозных и творческих. Многие из них лауреаты и обладатели гран-при, областных, всероссийских и международных конкурсов. Мечтают поступить в лучшие театральные вузы страны. Этот проект для них прекрасная практика. Я сегодня задействована в нескольких работах. Это инсценировка Рея Брэдбери «Апрельское колдовство». С ней мы недавно ездили в Москву на международный конкурс. Заняли там второе место. Я буду также задействована в отрывке из пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Я играю Клеопатруль Вовну Мамаеву. И я буду читать сонеты. На открытии арт-проекта ребята показали свои лучшие учебные работы. А уже на апрель намечена первая премьера. Студенты готовят спектакль по пьесе Марии Ладо. Очень простая история. Созвучие в названиях, как говорят участники проекта, конечно же, не случайно. Вероника Корпесонова, Евгений Васильев. Новости. Новгородское областное телевидение. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова